Еще семь лет назад в Приморье было поставлено на паузу такое явление, как Морской Совет. Возродить традицию вновь собираться всей морской отраслью края предложил глава региона Андрей Тарасенко. Основная задача таких собраний – услышать мнение самых разных лиц, чтобы создать условия для реализации в регионе национальной морской политики России. В этот раз Совет прошел на плавбазе Всеволодсибирцев, где собралось более 60 специалистов своего дела. Первый вопрос повестки дня – проблема оформления судов, работающих в исключительной экономической зоне. У нас на сегодняшний момент до 2 миллионов тонн рыбопродукции производится за пределами 12-мельной зоны Российской Федерации в отсутствии практически административных регламентов. При доставке на Российский берег в точках доставки мы сталкиваемся с огромным количеством проблем. Сейчас, чтобы судно вышло для производственной деятельности в исключительную экономическую зону, оно по сути оформляется для заграницы, как будто продукция произведена, например, в другом государстве. Отсюда и путаница, и дополнительные проблемы в документации. По словам Андрея Тарасенко, вопрос действительно актуален, только пока не сформулирован для того, чтобы его услышали в правительстве страны. Что мы хотим от правительства? Заставить вернуться, вернее, уходить на промысел, равные условия создать? Если такой вопрос стоит, то да. Второй важной темой стало внесение в Российский международный реестр судов плавбас и плавзаводов. Это может предоставить две льготы. Первое – освобождение от уплаты таможенных платежей, что, по сути, для этих судов не актуально. Для плавбас и плавзаводов, к сожалению, этой нормы просить не приходится, нельзя этого сделать, потому что они уже находятся на территории Российской Федерации, они плавают под российским флагом. Вторая льгота – это освобождение от уплаты страховых взносов с заработной платы членов экипажа. Организовать все это, по словам специалистов, нетрудно, ведь всего в реестр нужно внести шесть оставшихся в России плавзаводов. Для Российской Федерации это даже не 0,001% федерального бюджета. Эту сумму федеральный бюджет фактически не увидит. Но для плавбас и плавзавода это будет серьезное подспорье. Важность этих и других вопросов отмечал глава региона, подчеркнув, что сегодня рыбоперерабатывающий флот нуждается в поддержке, как никогда. Секретарю и департаменту подготовить такое обращение за моей подписью. И, собственно говоря, мы за подписью совета отправим в морскую коллегию. Также немаловажным итогом собрания стало утверждение состава морского совета, состава президиума совета, а также плана работы этой возрожденной организации на текущий год. Максим Яковлев, Новости на Восьмом. Продолжение следует...